Продолжает прямой эфир Добра Ранте Беларусь, пожалуйста, улыбайтесь. Мы сейчас в прямом эфире. Ольга... Спасибо, я очень волнуюсь. Не волнуйтесь, пожалуйста. Да, я волнуюсь. Сейчас мы говорим об искусстве. Холдинг Мясо Мол Пром представляет большой авторский вечер телеведущей певицы и поэтессы Ольги Рыжиковой и большой зал КЗ Минск. 30 марта, 19.00, не пропустите. А сегодня Оля у нас в гостях. Доброе утро. Доброе утро, ребята. Оля, как тебе на той стороне дивана? Расскажи. Вы знаете, я скажу честно, на то и лучше, но здесь тоже интересно. Поэтому я потом вам... Мы нагрели, мы старались нагреть. Конечно, да. Спасибо большое. Рассказывай, как готовишься к авторскому вечеру. Может, это помочь нужно? Да, мы готовы. Ну, можешь мне погладить платье. Я только этим могу помочь, скорее, да. Ладно, а насчет платьев все уже, да, подготовили? Нет, Вера, проблема вообще самая главная в том, что вот готово все, да, готова программа, я знаю, какие будут песни, готовы артисты прийти. Все, готово платье. Ты можешь завтра? Да, такое у вас можно. Нет, еще платье у меня тут, вот в этом беда. По остальному все хорошо. Вот зная Инстаграм... Решилась на большую историю. Зная хорошо, я фанат Ольги Рыжиковой, я слежу за ее Инстаграмом, вот глядя на все посты, которые она размещает, с платьем вообще вопроса не будет, потому что столько дизайнеров готовы тебя поддержать, я уверен. Остается только выбрать. Спасибо большое. Вот как выяснилось, этот концерт такой стал лакмусовой бумажкой, да, ну, в каком-то моем общении с артистами. И мне было так приятно, потому что не только дизайнеры, но и все артисты, с которыми я работаю, согласились меня поддержать, и за это огромное спасибо. Мне абсолютно, вот я говорю честно, мне никто не отказал, я позвонила, просто все говорят, так, все, когда 30-го? Буду. Ну, видишь, значит, существует все-таки дружба в шоу-бизнесе. Конечно, я вообще не понимаю, вот там все, знаете, вот все рассказывают, что там кто-то, кто-то кого-то подставил, вот просто нужно работать, общаться, дружить, ну, мы же все дружим, и это абсолютно нормально. Нормально, но существует шоу-бизнес. Вот Григорий Лев, к сожалению, не приедет. Зато приедет Лев Лещенко. Лев Лещенко, Лев Валерьянович будет, да, конечно, и вообще могу сказать, что это, наверное, было таким ключевым моим моментом решения делать, не делать концерт, когда я позвонила Львову Валерьяновичу и предложила ему приехать, и вот задумала такую историю, и он говорит, Оль, поддержу. Ну что ж, Оль, да. Вот, он любезно поддержал, он, правда, у него очень даже вот, ну, трудно мне вам передать, какой у него плотный график, мы несколько раз переносили дату концерта, ну, естественно, не оглашая ее, мы просто ее выбирали, и вот мы нашли эту дату за пять месяцев до концерта. Расскажи, какой тебе подарок сделали фанаты к 8 марта? Ой, я уже не знала, не посмотрел все такое. Ребята, это был самый лучший, вот когда теперь меня будут спрашивать, какой вы получали самый классный подарок. Расскажи всем, какой. 8 марта, это мой подарок от всех слушателей, от зрителей, спасибо вам большое, дорогие мои, за то, что вот начиная с 8 марта у меня абсолютно не было волнения, головной боли, потому что все билеты, вот 8 марта я узнала, что все билеты на концерт проданы. Да, теперь их можно купить у меня. Да, 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 уже по другой цене. Нет, ну, знаете, я могу сказать, конечно же, это очень приятно, потому что я, ну, я спокойна за артистов, которые будут выходить на сцену, я делаю все возможное, чтобы был хороший свет, хороший звук. Бел телерадиокомпания будет вести съемку этого концерта, поэтому кто не успел купить билеты, не расстраивайтесь, все это можно будет увидеть в апреле в эфире телеканала «Беларусь-1». Послушай, ну, проект на самом деле большой, он вряд ли возможен без партнеров. Расскажи о них. Однозначно, ребята, я могу сказать, вообще в жизни без дружбы, без артистов и без партнеров большие проекты просто невозможны, поэтому я, конечно же, хочу сказать огромное спасибо моему замечательному новому партнеру, моему новому другу. Это наша национальная перевозчик компания «Белавиа», которая доставит комфортно, любезно, замечательно, вип-классом всех артистов. И вот опять-таки мне так приятно, потому что у нас сложились добрые партнерские отношения. «Белавиа» делает все возможное, чтобы артисты на борту самолета почувствовали себя тоже звездами, им будет предоставлено специальное обслуживание. И вы знаете, для меня спокойствие, потому что я знаю, что я могу готовиться к концерту, а мои друзья прилетят быстро и комфортно. Я думаю, что больше всего обрадовался Тео, зная, что на концерт он попадет комфортабельным рейсом. Да, автобус С-3. Да, боже мой, расскажи. Расскажи, пожалуйста, перед тем, как мы продолжим задавать вопросы, да, Вера, расскажи нам, пожалуйста, о том, как ты сочиняешь. Потому что это первый в Беларуси творческий вечер поэтессы. Да, никто не рискует и завтра. Серьезно? Да, мы проверили, Вера специально уточнила в интернете. Действительно, первый такого формата вечер. Я даже не знала. Как ты сочиняешь, что тебе хватает столько вдохновений? Беру ручку, листочек бумаги. Подожди, шутки шутками, да. Как это приходит к тебе? Нет, ну, ребята, знаете, я, например, точно придерживаюсь позиции, что там не нужно ждать вдохновения, потому что вдохновение – это гости, которые не любят ленивых. Нужно просто садиться и работать. Я действую по принципу, если не получилось сегодня, будем работать завтра. Не получится завтра, обязательно что-то получится послезавтра. Потому что, ну, вот просто процесс создания песни, когда ты садишься перед белым листочком бумаги, да, и когда уже там через день, через два, а может быть и через час, бывает абсолютно по-разному, Вера, ты поешь, ты знаешь, да, это бывает вот пришло и все, либо же ты можешь неделю мучиться и думать, ну, вот какую-то тему, песню, строчку. И вот для меня самый большой подарок – это вот эта магия, когда ты понимаешь, еще вот вчера не было или час назад, а уже есть. А формула есть у хита? Ой, наверное, с душой, просто вот с душой, и формула моя как себе. Я очень часто задаю себе вопрос, не отталкиваясь там от вокальных данных, да, от стиля, я просто задаю себе вопрос, ну, а я бы вышла с этим на сцену или нет? И чаще всего, если вот те песни, которые, ну, я бы сама взяла себе такую песню, и вот чаще всего эти песни становятся любимыми народом. Как ты определяешь, кому ты будешь предлагать ее? То есть ты когда пишешь уже изначально, понимаешь, я вот… Может быть, заказывают сразу по-моему, да. Ну вот, честно говоря, слава богу, у меня уже, наверное, тот период, когда, что касается наших артистов белорусских, тот период, когда я стучала, звонила, послушайте меня, он у меня уже закончился лет пять назад. Вот, теперь я… Конечно, мне нужно было себя проявить, показать, предложить артистам. На сегодняшний день практически у всех белорусских артистов в репертуаре есть мои песни. И сегодня уже ситуация другая. Мне звонят артисты и говорят, мне нужна такая-то песня, я хочу там летний хит, быстрый хит, или я хочу трогательную душевную историю. Все, мне понятно, я знаю артиста, я знаю примерно, ну, и возраст, настроение. Я понимаю, что мы уже не раз работали, и мне проще. Что касается российских артистов, здесь, конечно, я предлагаю, ну, как, наверное, любой автор, с большего отталкиваясь от того репертуара, который уже есть. То есть скоро ты познакомишься настолько близко, что и они будут тебе уже звонить сами. Конечно, да. Я куплю себе российский номер, карточку, и буду же всегда в Беларуси. Чтобы было немножко экономнее, да. Оль, мы желаем тебе удачи. Спасибо, ребята. Успешного выступления 30 марта. Заходи в нашу гостеприимную студию «Добрый антибеларусь». Спасибо, спасибо большое. И стоя с этой стороны слепой. Нет, на следующей неделе работаем. Друзья, не пропустите Оля Рыжкова и Тео на следующей неделе в «Добрый антибеларусь». Удачи. Спасибо. Спасибо большое, моя любимая программа «Добрый антибеларусь». Ну и, конечно же, спасибо всем артистам, всем зрителям. Я вас всех, дорогие друзья, все равно приглашаю. И давайте просто почаще встречаться. Пускай в Беларуси будет побольше хорошей музыки.